МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь стоит моя жена и четверо моих детей. И мне за неделю до митинга сказали так, что если ты его согласуешь, то мы тебя посадим по сфабрикованному делу. Обещали? Сделали. Уже больше двух лет бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в следственном изоляторе. Несколько недель назад он объявил голодовку, требуя изменить график судебных заседаний. Сейчас они проходят 4 раза в неделю, комментирует адвокат Шестуна Олег Белов. Это положение отразилось на его здоровье. Он находится в тяжелом состоянии, вызванном в немалой степени тем, что он ежедневно с 6 до 22 находится в пути. То есть это или подготовка к этапированию, или само этапирование. Такие условия Александр Шестун называет «пыточными». И влияют они не только на здоровье политика, но и на работу его адвокатов. То, что мы сейчас наблюдаем, вот эти вот ежедневные судебные процессы, они свидетельствуют о том, что это положение создалось для того, чтобы мы не успевали готовиться, не успевали анализировать то, что уже отработано, не успевали корректировать свою сторону защиты. Работу адвокатов много. Бывшего главу Серпуховского района обвиняют по четырем уголовным статьям. Незаконное предпринимательство, мошенничество, отмывание денег или имущества в особо крупном размере и получение взятки, также в особо крупном размере. Следствие заявляет, что у Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 земельных участков, оформленных на подконтрольных ему юрлиц и номинальных директоров этих компаний. И 22 автомобиля. Общая стоимость имущества, по данным следствия, 10 миллиардов рублей, что никак не соответствует официальной зарплате чиновника. В материалах уголовного дела больше 170 томов, но основные доказательства, по словам защиты, это показания свидетелей. Рассказывает адвокат Олег Белов. Исследование Шестуна было начато по стародавней истории, которую, как казалось, видимо, следователям можно было бы использовать. Но не учтено было то, что на протяжении 10 лет прокуратура пыталась этот факт про передачу четырех земельных участков в собственность коммерческой организации признать преступлением, но у них это не удавалось и не случайно. Еще один, конечно, самый тяжелый состав – это взятка. Я якобы взяткодатель заявляет декларативно, без подтверждений, без представления материальных доказательств, без ссылок на свидетельские показания. Просто говорит, я этому человеку давал взятки. Александр Шестун называет дело политически мотивированным. В 2018 году он выступал против вывоза московского мусора в Серпуховский район. Ранее, по словам политика, у него был конфликт с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Не раз за свою политическую карьеру Шестун разоблачал и действия сотрудников прокуратуры, доводя дела против них до суда. Об угрозах со стороны оппонентов бывший глава Серпуховского района рассказал незадолго до своего ареста в обращении к президенту. Ярин потребовал у меня в ультимативной форме написать заявление об отставке. В случае, если я не напишу, будут возбуждены заказные уголовные дела, дом мой отнимут, а меня посадят в тюрьму. В апреле 2019 года суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. По одной из уголовных статей, незаконное предпринимательство уже истек срок давности. Но Шестун настаивает на рассмотрении дела по существу, чтобы добиться оправдательного приговора. По другой статье, мошенничество в особо крупном размере срок давности истекает в декабре этого года. Субтитры создавал DimaTorzok Во-первых, скажите, пожалуйста, как Александр себя чувствует? Он же голодает в очередной раз. Четвертый уже по счету голодовка? Четвертый. С 27 июля он объявил четвертую протестную голодовку. Связано это именно с судебными заседаниями, с нарушениями, которые идут в ходе судебных заседаний, которые проходят в Подольском суде Московской области. Во-первых, поясните, почему его судят в Подольске? Да, мы как раз с вами в декабре месяце прошлого года расстались на том, что прокуратура передала, точнее, Следственный комитет передал в прокуратуру обвинения, и его утвердили за рекордные четыре дня. И передали действительно в Подольский район, хотя должны по подсудности в Серпухове, с таким интересным объяснением, что Шестун 15 лет занимал должность главы района и взаимодействовал с Серпуховским судом. То есть РЭ оказывал на них влияние, наверное, или мог оказать влияние. Но, объективно говоря, я думаю, что, не думаю, а уверена, что это было связано с тем, что большая группа поддержки именно в Серпуховском регионе находится, то есть город и район, сейчас это объединенный городской округ. Соответственно, они боялись того, что, ну, рассматривать большое количество слушателей, которые понимают, о чем речь, понимают, о каких личностях идет речь, и как они, что они не взаимосвязаны о том, как говорится, в Подольском суде, там, например, да. Не каждый может позволить себе поехать в Подольск, потому что это весь рабочий день. Ну, а уж далее я вам расскажу, какие еще дополнительные ограничения именно по допуску слушателей в судебные заседания в Подольске. Значит, слушание проходит в Подольске, а в каком следственном изоляторе сидит Александр? Значит, Александр Вячеславович до сих пор находится в больнице Матросской Тишины. Его не перевели в СИЗО Подмосковья, потому что по медицинским. Данным он должен, ну, как бы он должен находиться в больнице. В Подмосковье с больницей вместе такого СИЗО не существует. Ну, вот здесь просто важно пояснить для тех, кто живет далеко от Москвы, и не совсем представляет, какие тут расстояния, да, я просто посмотрела по карте. От Матросской Тишины до Подольска примерно 50 километров, около 47. Это если ехать без пробок по свободной дороге час езды. С пробками два, а то и больше. Вот для того, чтобы приехать в суд, во сколько судебные заседания у вас? Судебные заседания в 10, 10.30, то есть сборка в СИЗО начинается где-то в 6 утра. Соответственно, то, что это там какие-то процедуры занимает, в 6 утра. То есть в 6 утра его поднимают и начинают собирать, чтобы привезти в суд, а приезжает он назад? Ну, смотрите, заседания заканчиваются в 19, а то и в 19 с лишним часов. Соответственно, считаем. По вечерним пробкам. Собственно, вот как раз в том числе и против этого сейчас протестует, насколько я понимаю, Александр Шестур, который говорит, что невозможно в таком состоянии, и учитывая состояние здоровья, каждый день ездить вот на эти судебные заседания. Я сейчас немножко объясню. Смотрите, госпожа судья Юферова, да, она предложила перевезти Александра Вячеславовича в Можайское СИЗО Подмосковье, якобы, что это было бы ближе. Но если бы она удосужилась посмотреть на карту, как вот вы говорите, я посмотрела, сколько занимает время. На самом деле, по времени Можайское СИЗО дальше, чем Матросская тишина. Как бы это ни было невероятным. И больше времени занимало бы на проезд. При этом, когда заседания велись после пандемии, со 2 июля они возобновились, да, первые две недели они велись в графике два раза в неделю, что, собственно, было по силам и адвокатам, и Александру Вячеславовичу. Но по какой-то причине неизвестный нам судья Юферова с 20-х чисел июля месяца начала назначать заседания в ежедневном режиме. Я подчеркиваю, что это нарушение Европейской конвенции, на которую, собственно, уже, наверное, никто не смотрит в нашей стране и судебной системе, да. Сегодня мы как раз вот слышали, что даже выплачивать по европейским решениям нет денег, да, потому что их слишком много. Не заложили их уже. Ну да, да, не рассчитали, что будет так много. Так вот, это, естественно, пыточные условия. Что значит, ты встал в 6, приехал в 10, тебе надо еще день вставать снова в 6, и вот так вот ежедневно. При этом, я подчеркиваю, 200 свидетелей обвинения заявлены прокуратурой. При этом прокуроры никогда не сообщают, какие из свидетелей будут вызваны в суд. Александр Вячеславович, ну да, хорошо, адвокаты могут открыть себе там на девайсе, да, и посмотреть какие-то показания, да, которые вот огласили в день суда заседания, какие будут свидетели. Александр Вячеславович должен с собой таскать все 160 томов? Ну, это нереально, да, то есть не сообщают, какие будут вызваны свидетели. Это препятствует право на защиту и подготовке. То есть по закону защите должно быть предоставлено 3 дня до судебного заседания для полноценной подготовки. Всего этого мы не видим. Естественно, это гонится специально, как правильно сказал Олег Юрьевич сейчас, чтобы защита не имела полноценной возможности подготовиться и, так скажем, быть во всеоружии к судебному заседанию. Ну, плюс, естественно, измотать. Ну, в этом смысле ничем положение защиты вашей не отличается от положения многих других адвокатов по многим другим уголовным делам России. Вы знаете, например, по новому увеличию, про которое тоже шла речь, заседания ровно шли четверг-вторник. То есть никогда не было назначения заседаний в ежедневном режиме, как у нас. Ну, тогда можно только гадать, чем руководствуется суд и судья. Тут можно пофантазировать и о том, что вот в декабре истекает срок давности по обвинению в мошенничестве, может быть, нужно до этого, потому что после срока давности, ну, человека, может быть, и признают виновным, но наказывать никак уже будет невозможно, сроки давности истекли. Скажите, вот из этих 200 свидетелей сколько уже успели допросить в суде? Ну, слушайте, я не считала, я думаю, ну, человек 25, человек по 5 в день, по 3, когда как, смотря какой свидетель, смотря какой объем информации хочет прокуратура от него получить. Из чего они рассказывают? Значит, смотрите, я бы вот хотела бы, да, прежде всего остановиться на том, что заседания у нас условно открытые. Если мы вернемся к тому, что у нас разбирательства по существу начались в марте месяце, да, то уже когда начались разговоры о пандемии, да, и начались ограничительные меры, то есть судья Еферова с середины марта, значит, закрывает судебное заседание для слушателей и средств массовой информации, дабы не распространять ковид, и оставлять только для участников, это нормально, окей. Это она делает не по собственному почину, а было распоряжение Верховного суда? Да. После 2 июля, как возобновляются судебные заседания, карантин снят, все. У нас в нашем судебном конкретном заседании продолжает действовать карантин. Ни в одном другом судебном заседании Подольского суда не требуется ни справок, все проходят абсолютно свободно. У нас же не допускались 2 или 3 недели ни слушателей, ни средства массовой информации. Уже после многократных ходатайств адвокатов о том, что, ну, это нарушает права и открытость процесса, судья Еферова со скрипом разрешила присутствовать с слушателем и средством массовой информации с отрицательной справкой на ковид. На минуточку, в городе Серпухове сделать справку на ковид бесплатно, в отличие от Москвы, невозможно. У нас эта справка стоит 2,5 тысячи. То есть, если ты хочешь приехать... Не справка, а анализ все-таки. Анализ, пардон, извините. То есть, если ты хочешь приехать, поддержать, поприсутствовать, да, то ты заплати за проезд, еще и заплати 2,5 тысячи за то, чтобы приехать. Ну, вот, при этом, да, не у свидетелей, которых по 5 человек опрашивают в день, справки не требуют. Не у конвоя, который меняется ежедневно, справки не требуют. Они опасности не представляют, по мнению судьи, а вот слушатели, да, прям разносчики заразы. Тогда поясните, пожалуйста, что же такого там рассказывают свидетели, что же такого происходит в суде, и чего никак не хочет председательствующее, чтобы дошло до широкой общественности. Смотрите, все вот тоже об этом говорили. Интересная история. Гражданский иск, мы с вами разговаривали, который прошел в Красногорском, и вот в недавнем времени, на прошлой неделе, даже на этой неделе, в Одинцовском. Туда в качестве доказательств были приняты допросы вот этих вот 200 человек, которые не исследованы еще в уголовном процессе, правильно? Подождите, здесь важно, опять же, поясните, для тех, кто, может быть, не следит за этим делом. Буквально на этой неделе в Одинцовском суде Москвы был рассмотрен иск прокуратуры, генеральной прокуратуры, о взыскании в пользу государства с Александра Шестуна 1 миллиарда 16 миллионов рублей. Ну, прокуратура считает, что это вот было незаконное какое-то обогащение, и причем там не только с Шестуна эти деньги взыскали солидарно, но и с тех, кого прокуратура посчитала близкими или аффилированными с ним лицами. Правильно я понимаю? Смотрите, то, что было вот в Красногорском, да, год назад, там еще людей я знала хоть более-менее пофамильно. То, что сейчас в Одинцовском произошло, я этих людей вообще не знаю. Шестуна не вызвали ни на одно заседание, даже не сделали попытку подключить его к ВКС. То есть мы не присутствовали, я не ездила. Из того, что мне известно, вот в принципе из этого иска, там попала квартира моей мамы. То есть в советское время мои родители ездили на золотые прииски и купили себе кооперативную квартиру, которая была разменена в 2014 году на две однокомнатные равнозначные. Так вот, ну все документы предоставил адвокат, квартиру изъяли. Все, все, что было. Люди там попали, садовые товарищества, там попали вообще абсолютно незнакомые люди. Такое ощущение, что сейчас под эгидой Шестуна весь Серпковский район пытаются, знаете, ну хоть кого-то ограбить. Потому что даже в недавнем времени местная прокуратура, уже даже не генпрокуратура, а местная прокуратура выходила с исками по сделкам 12-летней давности. Люди кого-то покупали у частных лиц, абсолютно построились. То есть и тоже там что-то, где-то там какие-то филированные лица Шестуна и пытались изъять, но там как бы, да, поднялся очень большой шум по этому поводу, не отважились. Так вот, в эти гражданские иски в качестве доказательств, потому что ни одного документа, вот как такового, что-то подтверждающего, не предоставлено, кроме слов, изложенных в этих допросах. И мы еще тогда, адвокаты защиты, много говорили о том, что это незаконно, да, то есть эти показания еще не исследованы в суде, да, ты же можешь от этих показаний в судебном процессе отказаться, что, собственно, сейчас в уголовном процессе и происходит. Но они были взяты, как само собой разумеющиеся, в гражданском иске. Так вот, на ваш вопрос о том, что сейчас происходит в уголовном процессе, почему же так секретно? Да потому что приходят свидетели, и когда их начинают спрашивать ровно те же вопросы, что задавались в СК, они говорят абсолютно другие вещи. Они говорят, а я такого не говорил. И они начинают, и когда у нас сейчас случилась ситуация, когда свидетель начал отказываться от своих показаний в СК, такое началось, и прокурор, и судья подключилась даже. То есть прям давят, как это вы не говорили, вот как это вы не говорили. Далее, дальше больше. То есть в материалах дела есть показания какого-то свидетеля, который говорит якобы одно, на бумажках написано одно. Его вызывают в суд, а он говорит, я этого не говорил? О, например, вот, кстати, про аффилированность лица. Там у всех написано, вот этот, этот, этот аффилирован с шестуну. В суде его спрашивают, вы так говорили, с чего вы взяли? А я так и не говорил. Ну, я так, может быть, где-то слышал, ну, мне вот так вот следователь сказал, ну, наверное, может быть там, да, вот, то есть, понимаете, это абсолютно другое, ну, противоречие в показаниях называется. Да, а вот от чего отказывались? Вот именно вот, вот такие вещи, что говорили, что вот шестуну принадлежит то-то, то-то, то-то. Вы такое говорили? Ну, я такое слышал. Ну, у вас источник информации какой? СМИ писали, понимаете? А в допросах написано, что он это в утвердительной форме говорит и не ссылается на СМИ, он говорит, потому что он это знает. Зачем это нужно? А потому что доказательств других нет, потому что нет документов, что вот это принадлежит шестуну. Ни одного документа на все вот эти вот, сколько там объектов недвижимости, в этом иске назвали, ни одного документа и подтверждающего, что шестун к этому имеет отношение, только слова людей. Именно для этого нужно закрыть сейчас судебный процесс. Мало того, я вам хочу сказать, еще можно минуту одну? Конечно. После того, как один, два, три свидетеля начинают вот такие противоречия в показаниях, как вы знаете, по процедуре, прописанной в ВПК Российской Федерации, в суд у нас вызывает повесткой судья, ну, либо прокурор, если это свидетель обвинения. После этого у нас свидетели начали обзванивать следователя Следственного комитета, те, которые вели эти многочасовые допросы. Они прям прислают СМС, звонят и говорят, вот вам завтра в суд идти, хотите, мы вам пришлем ваши допросы. А особо любимым своим свидетелям они говорят, ну, надо бы подтвердить. Ну, это, конечно, то, что у меня неофициально сообщается, но об этом уже несколько человек заявили в судебных заседаниях. Мы ведем трансляцию каждого судебного заседания, не трансляцию, извините, репортажа. С каждого судебного заседания у нас есть на сайте поддержки Александра Вячеславовича, шестунтим. Мы ничего не скрываем, процесс максимально открытый, то есть все можно прочитать. И вот в последние два... Максимально открытый с вашей стороны. Ну, естественно, мы, да, с нашей стороны, конечно. Вот, и несколько свидетелей уже подтвердили, сказали, что да, звонят следователи СК и приглашают в суд. То есть это не совсем регламентированные действия СК, секунду, СК закончил свое дело в декабре месяце, передав его в суд, правильно? Ну, это известная практика, нечто похожее происходило по делу ЮКСа в том числе. Ну, а это вообще очень похоже. Нужно как-то стимулировать свидетелей, вероятно. Именно поэтому осталось открытое дело, которое проходит в отношении двух предпринимателей, которые в 159-й статье. И по этому делу они сейчас еще вызывают на допросы. Это мошенничество. Да, вызывают на допросы, делают обыск. То бишь, во вторник у мамы Александра Вячеславовича, 83-летний пожилой человек, у которого достаточно сложное состояние здоровья, да. Она два года не видела сына, потому что, ну, она просто не выдержит даже поездки в суд, понимаете. И к ней спустя два года приходят по этому делу, у которого в отношении, что там можно найти. С обыском. С обыском перемахивают через забор, каким-то образом скрывают дверь, просто входят. И с 9 утра производят обыск до 5 вечера. После 5 вечера ее везут в местное ФСБ, допрашивают до 22 часов. Вызывают свою скорую помощь, которая, я вообще тоже не понимаю, дает заключение, что она может участвовать в следственных действиях. Мы вызываем врачебную скорую помощь, ее следователь не допускает. Ну, это что, как недавление? Чем так не угодил Шестун? Ну, неужели вот просто это его обращение, которое он записал и выложил на YouTube два года назад, так испугало кого-то? Вы знаете, я вам скажу, ведь он же не молчит, и, соответственно, у них не получилось, не получается. Как бы они не старались, несмотря на все эти фильмы НТВшников, да, вот это, знаешь, как это, если про тебя фильм НТВ снял, то, значит, ты вообще молодец, крутой, там, про кого только уже не сняли, и про сети, и про величие, и про всех правозащитников. Ну, и, соответственно, мы попали. Они формируют этот образ, но в связи с тем, что позиция нашего дела открытой, максимально гласной, вот я к вам прихожу, мы пишем постоянно, мы выкладываем эти заседания, как они проходят. Не получается сделать из него взяточника и мошенника. Ну, возможно, да, те, кто смотрят только, как говорится, старые... А чем не угодил-то? Ну, изначально-то мы, ну, конечно, обращением, вот эти мусорные, антимусорные своей борьбой, ну, мы с вами вспоминали это в прошлый раз, припомни, я уверена, что вот эти гражданские иски генеральной прокуратуры, это чисто их инициатива, да, это месть за дело прокуроров в 2010 году, за их посадку, где Шестунг был заявителем. Многосложная история там, да. Да, спасибо большое. Я надеюсь, что мы будем дальше следить за тем, как развивается эта история, и все-таки смогут и журналисты приходить, все журналисты... Но только с отрицательной справкой на ковид. Будем надеяться, что судья изменит каким-то образом свое решение, а у Александра Шестуна появится повод прекратить свою голодовку, потому что, может быть, и в этой части судья изменит отношение к тому, как должен проходить процесс. Спасибо вам большое. Юлия Шестун, жена Александра Шестуна, бывшего главы Серпуховского района Подмосковья, была в эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» в программе «Человек имеет право».